Игорь Яковенко, российский бузынный политик, медиа-крытик. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Начнем, конечно же, давайте с событий в Израиле, потому что известно, что дали Израилю зеленый свет на то, чтобы вводить войска в сектор газа. То есть мы так понимаем, что на земле наступление оно будет. Тем временем мы также видим, что Иран предупреждает, Штаты уже готовят свое оружие, чтобы помогать. Ну и обещает, да, вот эти все такие подземные тоннели превратить в кладбище, которое известно есть в секторе газа. Будет ли война с мусульманским миром? Сегодня такой важный вопрос. Вот вы чувствуете, что вот что-то начинается? Насколько сегодня, мне кажется, что уже дипломатии это все не остановить? То есть, наверное, с первыми действиями Израиля что-то точно должно начаться. Вы знаете, я не уверен в том, что, да, конечно, грозовые тучи, конечно, там разговоры о третьей мировой войне, они все чаще, все гуще, все, так сказать, насыщеннее. Все это, безусловно, происходит. Но вот я не уверен на сто процентов, что действительно там вот в том виде, в каком это вроде как ожидается, вот исходя из того, что происходит, там Арабская улица, заявления грозные Ирана, заявления самых разных политических деятелей во многих странах мира, я не уверен, что это все грозные заявления воплотятся в не менее страшные какие-то действия, потому что, ну, понимаете как, конечно, многое будет зависеть от того, насколько точной будет наземная операция. То, что она будет, эта наземная операция, в этом все меньше и меньше сомнений. Ну, просто потому что, да, действительно, это гигантская проблема провести эту наземную операцию в густонаселенном секторе газа, ну, что называется, как уничтожить Хамас, и при этом не поубивать половину палестинцев, которые живут в этом регионе или в этой зоне, как правильно было бы это назвать. Потому что, действительно, это действительно тюрьма. Такая огромная тюрьма, в которой содержится примерно 2 миллиона 300 тысяч человек. Что касается, это действительно очень тяжелая история, потому что, действительно, существует два сектора газа. Один на земле, на поверхности, а другой под землей. Причем общая территория, площадь того сектора газа, который находится под землей, это все, это не просто какие-то подземные ходы, это огромные подземные коммуникации, где хранится оружие, где почти наверняка содержатся заложники. И, на самом деле, проблема, конечно, уничтожения Хамаса – это сверхтяжелая проблема. И тут можно только пожелать успеха израильской армии, которая берется за эту задачу. Такой задачи, насколько я понимаю, в истории человечества не реализовывал никто. И особенно, если учесть, что задача заключается в том, чтобы уничтожить вот этого врага, одновременно не уничтожая значительную часть населения сектора газа. Я подчеркиваю еще раз, никто и никогда не решал таких задач, потому что многие ссылаются. У нас сегодня очень много отсылок ко Второй мировой войне. Очень многие это делают, говорят, а вот как же там во время Второй мировой войны уничтожали, не считали жертв среди мирного населения, бомбили города и так далее. Там Дрезден вспоминают очень часто, Хиросимус, Нагасаки очень часто вспоминают, приводя в примеры, говорят, что не надо оглядываться там, сколько надо, столько убейте и все. Это просто непонимание, что мы живем в 21 веке. С момента Второй мировой войны очень многое изменилось, в том числе и отношение к жизни людей, отношение к жизни мирных граждан или, по крайней мере, не военных. Поэтому люди, которые так рассуждают, они не понимают, что произошло в целом с человеческой цивилизацией. И сегодня, так сказать, политический лидер или страна, которая бросила бы атомную бомбу, я сейчас не обсуждаю совершенно там Хиросиму, Нагасаки, насколько это было нужно, насколько это было неизбежно. Не обсуждаю бомбардировки Дрездена, какое военное значение они имели. Тут есть разные точки зрения. Я сейчас говорю о сегодняшнем мире. Понимаете, человечество за это время очень сильно изменилось и на сегодняшний момент болевой порог очень резко снизился. И если в середине прошлого века, в общем, на фоне того, что погибали десятки миллионов людей, погибло свыше 70 миллионов человек во Второй мировой войне, и на этом фоне, да, действительно, вот такие страшные жертвы среди мирного населения, они, в общем-то, не становились какой-то огромной проблемой, которая, да, надо было победить действительно любой ценой, действительно любой ценой. Сейчас победа любой ценой невозможна, подчеркиваю, невозможна, она неприемлема. И руководство Израиля это прекрасно понимает, поэтому так долго, смотрите, 7 октября произошла трагедия в Израиле, сегодня у нас 20 октября, и наземная операция до сих пор не началась. Это показатель того, что руководство Израиля прекрасно понимает, что, в общем-то, если количество погибших мирных жителей будет непропорционально, по каким оценкам, я не знаю, какое количество мир стерпит, а какое нет, и какое количество мирных жителей погибших приведет к тому, что Израиль, в общем, будет иметь серьезные проблемы. Поэтому не начинают до сегодняшнего момента, давление огромное на Израиль с разных сторон идет, и поэтому, на самом деле, действительно сейчас, ну, что называется, остается только пожелать успехов израильской армии, израильским спецслужбам, добиться того, чтобы Хамас был уничтожен, и при этом, ну, пострадало минимальное количество мирных жителей. При этом еще одна проблема, вопрос ведь, какое количество военнослужащих ЦАХАЛ пострадает. Они пострадают, безусловно, это еще одна сторона вопроса, потому что, как только начнется наземная операция, как только военнослужащие ЦАХАЛ войдут в сектор газа, их тут же начнут убивать. И мы прекрасно знаем, что такое война в условиях плотной городской застройки. Это, можно сказать, райские условия для террористов. Поэтому и эта сторона вопроса тоже, безусловно, рассматривается сейчас. И именно поэтому тоже наземная операция так затягивается. Так что ситуация очень-очень тяжелая. Но, отвечая прямо на ваш вопрос, начнется ли там условно война, масштабная война чуть ли не совсем арабским миром, я все-таки твердо достаточно скажу, нет, не начнется. И там не только, конечно, арабский мир, там еще, прежде всего, и совсем не арабский Иран. Но я думаю, что нет, не начнется. Потому что, вот что касается Ирана, то вот эти вот Айталы и, значит, все эти, значит, бойцы спецслужб иранских, они очень часто делают широковещательные, грозные заявления. Как правило, они остаются заявлениями. Сколько было разговоров о том, что, ну, особенно, когда вот американцы убили, значит, этого лидера с стражей исламской революции, там было просто огромное количество заявлений, что все, Америке конец, сейчас вот всех порвем и так далее. Ничего не произошло. Ничего не произошло. То есть, на самом деле, я думаю, что, а это было серьезно, это же были удары уже непосредственно по, ну, правда, не по территории Ирана, он был убит не на территории Ирана, но, тем не менее, это был серьезный удар по щечину Ирану. Стерпели. Не ударили. То есть, на самом деле, несмотря на то, что, казалось бы, у них не должно быть страха, потому что им там после смерти их будут облажать десятки девственниц, но, на самом деле, видимо, они все-таки как-то не очень уверены вот в том, что их ждет на том свете, потому что все-таки предпочитают пожить и покуролесить на этом. Так что я вот не уверен в том, что будет какой-то, что, ну, вот прямо сейчас, после ударов по сектору, после наземной операции в секторе газа, по крайней мере, вероятность того, что начнется там чуть ли не вся война со всем мусульманским миром, я в этом не уверен. Другое дело, что действительно угроза Третьей мировой существует, но мне представляется, что она в большей степени поджигается даже не исламским миром, хотя там есть серьезные запасы взрывчатого вещества, но в большей степени это все-таки путинская Россия. Вот она является, мне кажется, сейчас главной угрозой. Не исламский мир, не мусульмане, а именно путинская Россия, она в значительной степени и стоит за теми проблемами, которые сейчас существуют в Израиле. Именно путинский фашистский режим, мне кажется, и есть сегодня центр мирового зла, а вовсе не ислам, вовсе не, так сказать, мусульманские страны, которые, да, действительно находятся в очень тяжелом состоянии. И ислам сегодня, безусловно, является религией протеста, что, собственно, мы и видим вот на этих мусульманских улицах, не только в странах Ближнего Востока, но и на улицах европейских городов, на улицах американских городов. Там тоже все бушует, там тоже все полно протестов. Так что вот здесь, ну, мне кажется, что все-таки самая главная угроза войны исходит из Кремля.